РТИ Колумбия В фильме снимались Хуан Карлос Гутьеррес, Хуан Себастьян Арагон, Луи Джей Карди Патрисия Мальдунадо, Маргарита Ортега, Анна Мария Кампер Фабиана Медина, Констанция Гутьеррес А также Хулио Медина, Карлос Конготе, Патрисия Эрколи Режиссер Аурелио Валькарсель Карол Я думала, ты не вернешься, мы уже закрываемся Мне нужно выпить пепита Что с тобой? Что-то произошло с милицей? Дай мне что-нибудь, пожалуйста, только покрепче Налей ему двойное виски, пожалуйста Фернандо, ты весь дрожишь? Не хочешь рассказать, что произошло? Сейчас я ничего не могу сказать, пепита Кажется, у меня сейчас взорвется голова Я до сих пор не могу поверить, чему стал свидетелем Какой мерзости, пепита Ты меня пугаешь, что могло случиться? Все произошло так, как я тебе рассказал, пепита Не знаю, как мне удалось держать себя, не потерять голову Я долго бродил по улицам, пока не решил вернуться в бар Не могу поверить в то, что Мелисса так с тобой поступила Мне она казалась такой доброй, искренней Возможно, это не только ее вина Но и моя тоже, потому что я не хотел слышать ее предупреждений Как часто она мне говорила У меня есть секреты Я не такая женщина, как все Есть другой мужчина Но я не хотел придавать значение ее словам, пока Кажется не застала ее с Дамианом Феррером Дамиан Феррер? От этого можно сойти с ума, Фернандо Когда она успела завязать отношения с этим человеком? Она уверяет, что это произошло давно Но мы знаем, они познакомились недавно Фернандо, все это очень странно Нет, пепита, ничего странно Я многое передумал Скорее всего, она потаскуха Преугла хватать мужчин, едва с ними познакомившись Как это было со мной Что касается сеньора Дамиана Феррера Он такой же мерзавец, как и Камилу Монтеро Нет, Фернандо, это невозможно Да, пепита, возможно Этот человек хочет обмануть Рутурибо Так же, как это сделал Камилу Монтеро с Габриэлой Он не более чем охотник за ее состоянием Фернандо, я понимаю, что ты чувствуешь в этот момент Но не спеши с выводами Ты расстроен? Ты права Что касается милиции, я не буду принимать поспешных решений Ведь нельзя заставить человека любить себя Но что касается этого сеньора, я не буду сидеть, сложа руки Потому что на карту поставлена судьба Рутурибо Фернандо, умоляю тебя Тщательно проанализируй ситуацию, прежде чем поднимать скандал Взвешивай свои действия Нет, пепита, я не буду их взвешивать Потому что Рутурибо Беззащитная девушка Я не позволю, чтобы ей причинили зло И сделаю для нее то, чего не смог сделать ради Габриэлы Клянусь самым святым Или меня не зовут Фернандо Искандан Алло Дамиан, как вы? Все идет прекрасно, слава богу Рут? Нет, Рут ушла очень рано Да, сегодня суббота Но в центре моды очень много работы И Рут решила помочь Леандру Не хотите приехать к нам пообедать? Благодарю за приглашение, донера Келлер Но я не могу его принять У меня много дел Да, но вечером, возможно, я смогу приехать Я позвоню в центр моды До свидания Да, сеньор Альварес Мне бы хотелось, чтобы эти фотографии Были напечатаны в рубрике «Мода» в вашем журнале Особенно снимки с последнего показа Где были наиболее интересные модели Да, разумеется Минутку, сеньор Альварес В чем дело? Донья Хертроди заинтересовалась этим платьем Но она спрашивает Можем ли мы пришить кружева к горловине? Пришить кружева, это все равно, что испортить его Скажи ей, пусть подождет, пока я закончу разговор с обозревателем рубрики «Мода» Это очень важно, Рут, иди, иди Алло Подождите его, Донья Хертроди, потому что он не согласен пришивать кружево к горловине Откровенно говоря, я тоже Мне очень нравится стиль, но Мария Эсперанс уже купила нечто подобное, и мне бы не хотелось, чтобы мы щеголяли в одинаковых платьях Добрый день Фернандо, добрый день, как приятно видеть вас здесь так рано Рут, мне нужно срочно поговорить с вами Это деликатный вопрос Фернандо, это не может быть правдой Ты меня обманываешь, я не знаю почему Зачем мне тебя обманывать, если это затрагивает меня самого? Клянусь всем святым, что я говорю правду Нет, это не может быть правдой Уверена, ты ошибаешься Рут, давай поговорим в другом месте, чтобы нас никто не слышал Нет, нет, я не хочу выходить, я тебе не верю Клянусь, я их не хотел, они были вместе в доме Мелис Больше ничего не говори, Фернандо, я не хочу этого слышать Рут, что происходит? Ничего не происходит Фернандо пришел кое-что мне сказать Но, боюсь, он заблуждается Фернандо, тебе лучше уйти Нет, я не выйду Даже если об этом все узнают, я не позволю, чтобы тебя обманули так же, как и Габриэлу, которая вышла замуж за афериста А мы не смогли вовремя ее предупредить О чем ты говоришь, Фернандо, объясни Рут совершит самую серьезную ошибку в своей жизни, если выйдет замуж за Дамиана Феррера Фернандо, пожалуйста, больше не говори ни слова, ты не имеешь права Нет, я имею права Этот сеньор лицемер, он обманывает ее с Мелиссой Маурой Думай, что говоришь, Фернандо, это слишком серьезное заявление Да, сеньор Я все обдумал и не собираюсь молчать, даже если земля разверзнется и проглотит всех нас Я не допущу, чтобы эта парочка смеялась над нами Если они сделают это со мной, по крайней мере, я хочу уберечь тебя, Рут Ты все слышала? И пусть никто не говорит, что я тебя не предупреждал Куда ты, Рут? Пойду за пальтою с сумкой, я должна уйти Нет, Рут, ты никуда не пойдешь Тебе нужно успокоиться Послушай, Оскар, я все равно уйду, и никто меня не остановит Центр моды к вашим услугам Леандро, это Думиан Феррер, мне нужно срочно поговорить с Рут А где вы сейчас в отеле? Тогда подождите ее там, я почти уверен, что она поехала к вам У нее тоже большое желание срочно с вами поговорить И она это сделает лично И ты посмела прийти сюда? Я должна была вернуть твои ключи Забери свои Наверное, ты дала их, чтобы я пришел в твой дом и застал тебя с любовником Фернандо, не приближайся ко мне Я не хочу, чтобы ты видела меня разбитым Ты лишила меня последней веры, которая еще оставалась После моего разрыва Софии Я никогда не думал, что снова получу такой удар Фернандо, если бы ты смог помолчать и выслушать меня Я больше не смогу себя контролировать Мне стоило большого труда, чтобы не потерять голову и сдержаться Можешь думать, что я подлая женщина, которая над тобой посмеялась Ударь меня, если хочешь Но ради всего святого Не устраивай скандал, который ни к чему не приведет Можешь идти к своему Дамиану Ферреру Он женится народу Рибы А это невыгодно для нас обоих Вот до чего дошло твое сообщничество и твоя любовь к этому негодяю Ты его покрываешь, чтобы он совершил омерзительный поступок, как Камилла Монтеро Не сравнивай его с этим подарком Он такой же и даже хуже И ты ему подстать, потому что вы оба сообщники Ты не можешь так говорить У тебя нет доказательств утверждать это Не будь такой циничной Я не могу презирать тебя больше, чем презираю в данный момент И если ты думаешь Что я буду молчать То ты ошибаешься, Мелисса Я только что приехал из центра моды Рут все знает Знает, за кого она собиралась замуж Фернандо, недалек тот день Когда ты узнаешь всю правду И раскаешься в том, что делаешь Потому что ни Дамиану, ни мне Нечего стыдиться Мы угали И кое-что скрывали Это верно Но все не так, как ты думаешь, Фернандо И несмотря ни на что Я тебя по-прежнему люблю Не говори этого, Мелисса Я люблю тебя, Фернандо Никогда не забывай об этом Ты что, плохо слышишь, Леандро? Я все хорошо расслышал Он кричал об этом А весь голос присутствия клиентов Которые там находились Он был в бешенстве Это ужасно Ужасно Сейчас никому нельзя доверять Потому что, когда меньше всего ждешь Раз и получаешь щелчок Как мог Дамиан Феррер поступить Так с нашей бедной кузиной Ру Мы должны ему верить Потому что Фернандо не мог Сочинить подобную ложь Ведь он был так влюблен в Мелису Вчера вечером, пока мы сидели в баре И спокойно разговаривали Она принимала Дамиана Феррера В собственном доме Скорее всего, он застал их В компрометирующей обстановке И поэтому так разозлился Что же это такое? Ведь Дамиан и Мелис оказались такими порядочными Я не верю, что они Откололи такой номер Едва успев познакомиться Лишний повод убедиться в том Что чужая душа потемки Дьявол не упускает шансы Испоганить души Где Рут? Позови ее, я хочу поговорить с ней Нет, она убежала как сумасшедшая Наверное, поехала к Дамиану Ферреру Ты должен был ее задержать Задержать в тот момент Этого никто бы не смог сделать Даже не знаю Ехать за ней в отель, где живет Дамиан Феррера И подождать ее в доме чете Раки Не знаю, что ей думать Но чувствую, что разгорается ужасный скандал Катастрофа, мама Можешь в этом не сомневаться Катастрофа Рут Мне нужно поговорить с тобой, Дамиан Я тебе звонил в Центр Моды Но когда удалось дозвониться, ты уже ушла Поднимемся в мой номер Нет, я не хочу подниматься Поговорим здесь Здесь неудобно Прошу тебя Мартина Севедо Я даже не предполагала, что услышу ваш хриплый голос старого грубияна и курильщика Я звоню, чтобы спросить про Габриэлиту Хотя она не удосужилась сообщить мне о своем браке И даже не позвонила, чтобы попрощаться Я все равно беспокою за нее, потому что она остается моей лучшей подругой Зря теряете время, пытаясь узнать о Габриэле старой буме Я довожу до вашего сведения Я тоже понятия не имею, где она находится со своим новым мужем Потому что она нам не сказала И разумеется, мы не знали, что она выходит замуж В противном случае мы сделали бы все возможное, чтобы помешать подобному безумию Или вы думаете, что я одобряю ее брак с этим подлецом, чтобы не сказать хуже? Почему вы так говорите о своем зяте? Конечно, он ваш зяте прожилился на Габриэлите, а вы стали его тестем Какой ужас! Нет, нет, нет Такие непристойные слова Уважаете меня, я дама, понятно? Если вы будете говорить в том же духе, я буду вынуждена повесить трубку Какой грубый старик! Моя дочь Моя дочь в порядке Мы обе прекрасно себя чувствуем И радуемся предстоящему браку Руд Лучшего мужа она не могла найти Они так любят друг друга Надеюсь, ты меня поймешь, Руд Я не знаю, что тебе сказал Фернандо Искандон Но ты должна дать мне шанс объяснить, что произошло Я постараюсь это сделать Да, я приехала в надежде услышать твое объяснение, Дамьян Не могу поверить, что ты так подло все это время обманывал меня Ты был в доме Мелиссы Мауры? Да, я не стану этого отрицать Что ты делал в ее доме? Насколько хорошо вы знакомы, чтобы ты навещала ее в собственном доме? Руд, я уже давно ее знаю Ложь! Я присутствовала в вашем знакомстве в баре Алькала Честно говоря, я познакомился с ней в Европе во время одной из моих поездок Сначала я ее не узнал, а потом вспомнил Мы договорились о встрече, чтобы поговорить о старых временах И ты назначил ей встречу ночью Поскольку до десяти она была на показе А после этого ей еще нужно было выступать в баре Алькала Смотри мне в глаза, Дамиан Смотри мне в глаза, когда я с тобой разговариваю За кого ты меня принимаешь? За дурочку, которую можно легко обмануть? Значит, такое у тебя мнение обо мне? Ты меня обманываешь, Дамиан Скажи, скажи, что ты меня обманываешь Да Я тебя обманываю Значит, Фернандо Искандон сказал правду Ты был в ее доме, и, разумеется, поздно ночью Что может делать мужчина в доме женщины, который едва знает? Может, ты искал приключения? Рут, пожалуйста, не говори так Мелисса не шлюха Ты так ее защищаешь? Она тебе нравится? Рут, ради бога Ты ее любишь? Да, я люблю ее Но не так, как ты думаешь, Рут Я начинаю многое понимать, Дамиан Взгляды, которые она на меня бросала Каверзные вопросы, которые она мне задавала Когда говорила о моей помолвке с тобой Рут, прошу тебя Она видела во мне соперницу Она дорога тебе, Дамиан Ты всегда нервничал Говорил, что не заслуживаешь меня Потому что знал, что я не смогу простить Такого предательства Рут, успокойся, я люблю тебя Я люблю тебя Люблю, Рут Ты меня не любишь, Дамиан В твоей любви нет искренности Потому что мужчина, который женится Не обманывает свою невесту С первой встречной женщиной Я бы все тебе простила, Дамиан Я бы все тебе простила, двумя этого Почему ты так со мной поступил? Ты изображал верность, любовь, которую не чувствовал Ты недостойный человек Я ошиблась Мне казалось, ты самый лучший Я готова была умереть за тебя Пойти за тобой в огонь и в воду Вот как ты мне гладишь Рут, Рут Как мне все объяснить? Как? Ты немного успокоилась? Нет, не очень Рут Фернандо Искандон Оказался прав во всем, что рассказал Он не лгал И хотя я отказываюсь уверить, что Дамиан посмел обмануть меня Это правда Потому что У Дамиана Так и не нашлось оправдания Чтобы извиниться за свой поступок Он попытался говорить глупости Но я не поддалась И, наконец, он признал свою вину Рут Рут Ты знаешь Я никогда не доверял Дамиану Он не вызывал у меня симпатий Интуиция мне подсказывала Что он лицемер И я не ошибся Оскар Я бы всегда доверяла ему Но зачем он стал обманывать меня с этой женщиной И с Мелиссой Малой Не зря она казалась мне такой странной Не хотелось бы обсуждать ее Но я с тобой согласен Мне есть много странного У меня тоже были с ней проблемы Сейчас я могу признаться Хочу, чтобы ты знала Я пытался ее соблазнить Оскар Она меня привлекала Никто не станет отрицать, что она очень красивая женщина Сначала она приняла предложенную мной игру А потом посмеялась надо мной Ты даже не представляешь, каким образом Она холодная женщина Расчетливая Способная на все Но это не оправдывает Дамиана Нет, скорее наоборот, Рут Благодаря Богу, что это произошло до того, как ты вышла за него замуж В противном случае с тобой случилось бы то же, что с моей тещей С Доней Габриэлой Которая сейчас находится в руках негодяя Я ужасно себя чувствую, Оскар Все, все Успокойся Дамиан Преследовал корыстные цели, сближаясь с тобой Ты должна принять это мужественно Сначала ты будешь страдать и мучиться Но потом успокоишься и будешь радоваться тому, что обстоятельства спасли тебя от него Хватит, хватит Хватит Прекратите Хватит, прошу вас, хватит Не говорите все одновременно Потому что я вас не понимаю Вы заставляете меня нервничать Ничего я не говори, пока не вернется Рут Не будь бестапнули, Андро Мама, лучше предупредить бедную тетю, чтобы новость не обрушилась на нее, как молот и не убила О чем нужно меня предупредить, объяснили Андро С прискорбием сообщаю, что Дамиан Феррер не белый-голубок, как мы все считали Потому что вчера Фернандо застал его в доме Мелисы в довольно пикантной ситуации Боже О чем ты говоришь? Тетя Ракель Это Дамиан, отъявленный Казанова Стоит ему увидеть женщину, он тут же на нее бросается Как это было с Мелисой Маурой Не успел познакомиться, как тут же навестил ее в доме поздно ночью Ты можешь представить, зачем? Нет Это простота, с которой вы рассказываете такие вещи, убьет бедную Ракельиту Никто не может сказать, что между ними произошло Ведь вас там не было, чтобы это утверждать Успокойся, Ракельита Я уверена, этому должно быть какое-то объяснение Не будь наивной маме Помни, мужчина, огонь, женщина ветка Придет дьявол, подует и готова Пожалуйста, не говорите того, в чем вы не уверены Иначе я умру от таски Тетя Ракель, будь им реалистами А реальность такова, что Фернандо застал Мелису и Дамиана одних в ее доме Чем могут заниматься мужчины и женщины ночью? И не нужно говорить, что они пили чай или вязали Фернандо пошел к Мелисе почти в полночь И мы об этом знаем, поскольку сами видели Где Рут? Мы бежали как сумасшедший искать Дамиана, когда Фернандо сказал ей об этом Ее нужно найти Где теперь ее искать? Ведь это произошло несколько часов назад Мы думали, что она уже дома Я сама ее найду, если вы не хотите, я поеду одна Тетя Ракель Крут Доченька, ты в порядке? Что вы здесь делаете? Как что мы здесь делаем? То, что и всегда, если в семье возникают трудности Мы так расстроились, когда Леандра рассказала о случившемся Прошу вас Оставьте меня наедине с мамой Нет, мы должны все узнать Оставьте меня, пожалуйста, наедине с мамой Мальчики, пора уходить Мы здесь лишние Никто не может утверждать, что между Дамианом и сеньоритой Мелиссой серьезные отношения И не нужно делать поспешных выводов Лишь на основании того, что их застали в ее доме Хуан, ради бога, не будь наивным Конечно, что-то есть Дамиан даже не смог оправдаться перед Рут И вынужден был признать свою вину Мне сказала сама Рут Вы бы ее видели Бедняжка просто разбита Хорошо, что я смог поддержать ее и утешить Рут прекрасная девушка Она не заслужила подобного разочарования Бедняжка Наверное, она безутешна Она была так влюблена в него Но, несмотря на твои доводы, Оскар Я отказываюсь верить в то, что Дамиан так подло ее обманывал Наверное, произошло то, о чем никто не знает София, ради бога, не защищая его Многие знали этого человека Но не все ему доверяли Так как он привык удивлять своими магическими трюками С легкостью обманывая людей Используя утонченное лицемерие Которое манипулирует с большим мастерством Даже если это правда Нельзя забывать Что он помог нам в трудный момент Мы ему многим обязаны, Оскар И не можем быть неблагодарными Я также многим обязан руд И я ее нежно люблю, как родную сестру Честно говоря, мне бы не хотелось видеть ее замужем за этим выскочкой И хотя вы ему очень признательны Для меня он всегда был комедиантом Я знал, что этот человек не так прост И вот вам доказательства Что будем делать, доченька? Это ужасно Как такое могло случиться за несколько недель до свадьбы? То же самое сказал Оскар Хорошо, что это произошло раньше А не после Значит, Оскар лес все знает? Конечно, мама Оскар был в центре моды, когда пришел Фернандо А потом он приехал за мной в отель И я ему за это благодарна Оскар всегда был другом, на которого можно было положиться Я себя отвратительно чувствую, мама Не могу поверить, что Дамиан меня обманывал И что, все мои мечты Рухнули в одно мгновение Но Я не могу Я не могу жить без Дамиана, мама Не говори так, доченька Не говори так Раз он так с тобой обошелся То не заслуживает ни одной твоей слезинки Ты должна успокоиться, доченька Нужно успокоиться Ты понимаешь, мама В конечном итоге Эва была права Ведь она никогда не доверяла Дамиану И она не ошиблась Думаю, тебе не стоило говорить с ним Но, мама, как я могла сдержаться После того, что рассказал Фернандо Я должна была поговорить с ним Даже если так Не стоило говорить с ним Это я Должна предъявить ему претензии за его поведение Я Согласилась на этот брак Уверенная, что поступаю правильно Сегодня же встречусь с ним Мы должны разрешить эту ситуацию Дамиан Ответит за эту подлость Шах Я прервала вашу игру Нет, нет Ты дала мне время подумать над следующим ходом Внучка загоняет меня в угол Дедушка, пора тебе проиграть А ты никогда не даешь мне выиграть Хорошо, когда здесь нет, Габриэл Мы можем наслаждаться покоем Никого не раздражает то, что мы делаем Давайте расслабимся, пока еще можем И запасемся силами, чтобы противостоять тому, что нам ждет при ее возвращении Не будем о ней беспокоиться Наверное, у нее все хорошо Да, да, конечно Сейчас она на седьмом мебель Тратит деньги направо и налево Я уверен, счета оплачивает не этот мужчина Посмотрите, кто идет Вот еще одно преимущество того, что нет Габриэл И нас могут помещать и другие члены семьи Доня София Какая радость видеть вас здесь Как Телла Счастлива видеть вас и вашу дочь Как она выросла А какая непоседливая Не успела прийти, а уже ускакала, как заяц Наверное, рада, что вернулась в свой прежний дом Присмотри за ней, как бы она не упала Дедушка София Вот оно счастье Черт возьми, я уже думал, что больше никогда тебя не вижу Наконец-то ты вспомнила о старике, который тебя обожает Я воспользовалась тем, что мама не дома Ты слишком долго не приходила Я так долго, что я готова позвонить И отдергать тебя за уши по телефону Эва То, что ты рассказываешь, ужасно, София Я отказываюсь верить в то, что Дамиана обманывала рот Тем более с невестой Фернандо Я очень переживаю, Хемена Особенно за Фернандо Представляешь, как он себя чувствует, считая, что над ним снова посмеялась Мне так хочется навестить его, чтобы узнать о его состоянии Рут, наверное, еще хуже, ведь она была так влюблена в Дамиана Видимо, свадьба не состоится Судя по тому, что я знаю, это исключено Все рухнуло в один момент И скандал не заставит себя ждать Казалось, Дамиан так умлечен, Рут Должно быть, произошло что-то необычное Я не верю в то, что такой умный человек, как Дамиан, мог пожертвовать свадьбой ради случайного приключения Я научилась уважать Дамиана И благодарна ему за то, что он сделал Для тебя, для меня, для всех нас Но, может, мы заблуждаемся относительно него и Хемена Я доверяю Дамиану Но Эва нет И Оскар тоже Они видели в Дамиане то, что ставило под сомнение его порядочность Кроме того, вспомни, что ты рассказала о его происхождении В любом случае, он с самого начала обманывал Утверждая, что его родители живут в Бостоне Об этом знаем только мы с тобой Другие ведь ничего не знают А если бы знали, у них был бы повод считать его комедиантом Что ты об этом думаешь, Хемена? София, я предпочитаю ничего не думать Иначе поверю, что Дамиан наполовину ангел, а наполовину дьявол Кроме того, как ты мне посоветовала с самого начала Лучше держаться в стороне от этого дела И ни в коем случае не вмешиваться Есть еще одна проблема Которая имеет отношение ко мне В чем дело? Случайно я узнала, что Либарда Кордоса не солгала, заверив меня Что Хуан дал работу Кате Куадраду Сейчас она работает в его офисе Да что ты! Хуан нанял ее своей секретаршей И скрыл это от меня Не знаю, верит ли всему, что он мне говорил, Хемена Раз он по-прежнему поддерживает с ней отношения Может, это женщина и правда его любовница? Господи, София, если это правда То это ужасно К этому времени София Лизонда должна быть убеждена в том, что Хуан Раи смеется над ней Поскольку я внес свою лепту Чтобы зародить сомнения, как и обещала Я не мог уйти из дома, не оказав вам помощи, сеньорита Кате Я вам очень благодарна, Либарду Необходимо использовать все возможности, чтобы убрать эту самозванку с моего пути и остаться с Хуаном Это самая большая мечта моей жизни Ваша самая большая мечта Но не слишком обнадеживаетесь Потому что это может быть самым большим разочарованием Почему вы так говорите, Либарду? Возможно, вы освободитесь от Софии Лизонда и останетесь Хуаном Раи Но стоит ли бороться за мужчину, который в любой момент может все потерять и оказаться в тюрьме? Что вы хотите этим сказать? У меня есть очень убедительные доводы Послушайте, что я вам скажу, сеньорита Кате Послушайте внимательно Я хочу сделать вам выгодное предложение Алло, Мелисса Мелисса, это я, Пепита Мелисса, пожалуйста, не вешай трубку, мне нужно поговорить с тобой Что ты хочешь, Пепита? Поговорить с тобой? Я же сказала Нет, Фернандо не имеет никакого отношения к этому звонку Я сама хочу все услышать непосредственно от тебя Да, да, я в курсе Но не могу поверить, что ты виновата в том, что произошло Сначала я в тебе сомневалась Но когда нам пришлось делить и радостные моменты, и грустные Мы стали коллегами по работе, начали доверять друг другу Я не могу поверить, что ты способна совершить недостойный поступок И тем более против Фернандо Поэтому мне бы хотелось встретиться с тобой, поговорить со всей откровенностью Обещаю, ни в чем тебя не упрекну И Фернандо ничего не узнает Мне бы тоже хотелось поговорить с тобой, Пепита Мне бы это пошло на пользу Но только не сегодня У меня нет настроения Я позвоню тебе домой, хорошо? Спасибо за твои слова, Пепита Я тебя очень ценю Что вы можете мне предложить, Лебардо? И как вы можете так говорить о Хуане? С какой стати он должен все потерять? У меня есть доказательства, что не он, не его брат Оскар Они являются хозяевами состояния, которым владеют Мурахит и Расури оставила все другому человеку Все это ложь Вы приходите в ужас от этой мысли, да? Естественно Ведь вас интересует не столько Хуан Рейс, сколько его деньги Не говорите глупости, Лебардо Не нужно притворяться Будьте со мной искренни, сеньорита Пепита Вы любите деньги И через какое-то время у меня будет очень много денег Если все выйдет так, как я задумал Я смогу предложить намного больше, чем дал бы вам Хуан Рейс Куда вы клоните, Лебардо? Вы прекрасно знаете И для вас не секрет, что вы мне нравитесь Если вы подарите мне свою любовь Я готов дать вам намного больше, чем несчастный Хуан Рейс Ведь, как я уже сказал Вполне возможно, он потеряется И окажется в тюрьме по обвинению в смерти Марухи Расури Отпустите меня Вы не вызываете во мне ничего, кроме скуки А вы вызываете во мне страсти Не трогайте меня, я сказала Только вы не подумаете, что я променяю Хуана на такую зануду, как вы Я искренне влюблена в Хуана Даже если бы у него не было ни Сентава Понятно ли, Бардо? К вам же, наоборот Я испытываю омерзение Даже если бы у вас были миллионы Больше мне не звоните, Лебардо Никогда Никогда мне не звоните и не назначайте свидание Потому что я вам не позволю приблизиться ко мне Понятно? Несчастный дурак Дешевка Что вы о себе возомнили? Ничтожество Ты так его любишь, что предпочитаешь оставаться обманутой и делить его с этой бесстыжей? Это невозможно Ты должна выяснить эту ситуацию, София Значит, ты была в доме матери? Да Я хотела воспользоваться ее отсутствием и навестить дедушку Дочка так радовалась Все не хотела уходить И даже расплакалась, когда поняла, что дедушка остается Ты рассказал о том, что произошло у Руты Думиана? Хемине, да Дедушки, нет Скоро он сам узнает о случившемся Уверен, он Новость не замедлит стать с достоянием гласности Представляю, сколько будет сплетен А что ты думаешь обо всем этом? А твое, Думиан Мирзавец готовый предать женщину, на которой собирался жениться? Трудно понять душу мужчин Порой вы кажетесь искренними, способными отдать все ради нас Но иногда вы нас обманываете, скрываете свои поступки Разве можно любить, когда обманываешь? Как вы могли плясться в вечной любви к моей дочери и даже обручиться с ней Чтобы потом совершить такой низкий поступок? Из чего вы сделаны, Думиан Феррер? Вы мне можете сказать? Донни Ракель, все верно, я должен дать объяснение Но мне кажется, это не самое подходящее место для того, чтобы говорить на такую деликатную тему Если хотите, поднимемся в мой номер и там спокойно поговорим Вам стыдно, что кто-то может узнать о ваших похождениях и барьерах? Нет, сеньор, мы не станем подниматься, мы обсудим все здесь, даже если об этом узнают все постояльцы от Телли Какая разница, что нас услышат какие-то люди, если нам придется стоять у позорного столба, когда все узнают о разрыве помолвки за несколько недель до свадьбы? Я не отказываюсь от женить бы народ Несмотря на то, что произошло И несмотря на то, что вы теперь обо мне думаете Не будьте циником, признайтесь, что вы разбираетесь, привыкшей соблазнять тех женщин, которые встречаются на вашем пути Я вам не позволю оскорблять младениту, и тем более без доказательств Вам нужно еще больше доказательств, чем у нас есть? Вы нас подло обманули Эва была права, не доверяя вам, и утверждая, что вы хотите причинить зло моей дочери Тони Ракель Вы многое скрываете, Демиан Я даже сомневаюсь, что вы сказали правду о родителях, поскольку всегда находили предлог, чтобы мы с ними не общались Скорее всего, и это ложь Возможно, вы не можете оправдать мой визит в дом Мелисса Мавры Но говорю вам от всего сердца У меня никогда не было с ней никаких отношений Так что мне нечего стыдиться Значит, между вами нет никаких отношений Наверное, я все испортила своим приходом Теперь это уже не важно Какая разница, что о нас думает, если все потеряно Ты потеряла Фернандо, я потерял Рут Наверное, теперь ты довольна, Мелисса Не говори Она тебе не нравилась Ты не хотела, чтобы я женился на ней Это неправда Я сердилась, что из-за нее ты забыл о нашем деле, ради которого мы приехали в этот город О договоре, который заключили Но я готова на что угодно, лишь бы ее вернуть Как я могу вернуть ее, если она уверена, что я подлец А ее мать делала на себя труд приехать ко мне и выразить свое презрение Но не остается ничего другого, Мелисса Как только выполнить поставленную задачу Теперь же мы можем заниматься только этим, как ты того и хотел Мы снова одни И по-прежнему Все настроены против Субтитры сделал DimaTorzok